Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучает думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако, такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего незначащим связям, к фасаду отношений, что также относимся их своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов. Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фомо Квинского спросили, как человек должен учиться, он ответил – изучать одну книгу. Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сид Хартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Поверхностные, но приятные отношения с незнакомыми девушками, вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть. А по итогу – поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!